Всем привет! На днях компания Apple объявила о выпуске очередного нового бессмысленного айфона, о чем и пойдет речь в сегодняшнем видео. Блин, это я что, зря? Роутон с зимы жру! Ведь каждый год, начиная с зимы, мы готовимся к покупке нового айфона в кредит. За полгода начинаем жрать только лапшу, чтобы собрать на первоначальный взнос, чтобы купить самый последний айфон. Как только он выйдет, надо брать только самый последний и в кредит, только тогда это работает. И, конечно же, Sony Boy, ярый фанат айфонов, очень сильно возмущается. Смотрите, вот в том видео, которое я вам сейчас покажу, такое небольшое предисловие, речь будет идти о 14-м айфоне. Ебать, они технологичные, только последний, самый нормальный, предыдущий, нихуя не работает. И я вижу, что у Sony Boy уже все очень сильно подгорает. Это же последний айфон, да светится имя его на небесах. Это же новый айфон, это же, блядь, это же технологии. Айфонушка последний, не предпоследний, не 14-й, не какой-то другой, а именно последний айфон. Но, тем не менее, от этого, на самом деле, ничего не меняется. От того, что этот айфон, я не знаю, 14-й, 15-й, 16-й, 20-й, 25-й, суть никак не меняется. Ну там все по-другому, вообще по-другому. Там процессор мощнее, там камера лучше, там дизайн охуенный. Блядь, вот уже новый айфон, телегаз, ты че, блядь? В этом видео все максимально показано. Sony Boy погрузится с головой в атмосферу презентации вот этого самого айфона, неважно какой версии. И все будет ясно, что же там с этим самым новым айфоном. Не слушайте его, он все пи***ит. И переходим к просмотру. Да, и кстати, вот это видео я сейчас пишу на Panasonic GH6. С объективом Panasonic Leica 25 1.4. Ссылка на обзор этой камеры будет в описании. Не, ну вы видели, он еще и всратую микро купил. Он вообще еб***ался. Он сегодня полный кадр продал, он GH6 купил. О, великий айфон технологичный. О, великий айфон самый последний. О, великий айфон 14-й непревзойденный. Теперь все будет по-другому. Теперь все новое, не такое, как раньше. Все совсем по-другому. О, великий айфон, о, великие технологии. Айфон 14-й последний. Запасайтесь мединой, терпилой. Sony Boy, а что у тебя в руках? Зачем тебе это? Как это? Что это такое? Охуенную презентацию мне чем переключать, а? Так вот, терпилы, запасайтесь мивиной, я вам говорю. Сху**ли. Борзый, это он типа призывает, чтобы мы ничего не ели, чтобы он купил айфон. Типа надо голодать, там, примерно годик, чтобы купить этот айфон. Вот это всякая г***ь? Ага. Ди***ь, блядь. Как это, сху**ли? Все знают, что чтобы купить новый айфон в кредит, нужно год жрать только мивину. Ну, а если Pro Max, то и полтора года. Ну, это нормально. Sony Boy, ты, конечно, айфон покупай, но не забудь отложить баблишко на мои курсы. Ведь только я тебе расскажу, как правильно снимать на айфон. Конечно, Вася, на курсы мы обязательно отложим, без этого никак. Ведь айфон и курсы – это путь к успеху. Но давайте дальше смотреть презентацию. Мне радужный мужик оттуда сказал, что там все з***ись, какие вопросы. Sony Boy, а ты уверен, что он мужик? Да п***ь вообще. Ведь на айфоне 14 плюс больше контента, больше текста, больше всего. Ну, мозгов у тебя от этого больше не станет. Да мне они не нужны, когда есть последний айфон. Кого это вообще еб***ь? Господа, это он сам сказал или мне послышалось? У него рубильник вырубили еще в самом начале. Ну, чему тут удивляться? Айфон заменяет все. Там в экране 1200 нит пиковой яркости. Как вам такое, отсталые сапожники? Он аху** совсем? Или мне кажется, а? Борзый, но он забанутый. Прости его. Sony Boy, а ты вообще знаешь, что это такое ниты и на что это вообще влияет? И, ну, важно оно для тебя или нет? Да на с***ть. В презентации вон сказали новую загадочную цифру. А цифры – это круто. Магия чисел, на с***. А еще там есть долбанное видение. Долбанное видение – это когда ты едешь в метро с этим куском дебильных понтов, и все вокруг видят, какой же ты долбанутый. И у них вот это видение долбанное сразу появляется. Да они просто видят, что пацан шел к успеху, и он его достиг. Я смогу на всех смотреть, как натерпил после этого. Ведь я купил айфон, и не какой-то там, а последний про мак с***ть. А чего достигли вы, терпилы? Я жрал мивину. А вы что делали? Правильно, них***а. Sony Boy, только табло попроще сделать, ты пока что не соответствуешь статусу. Табло автоматически станет сложным, если он все-таки доберется до этого айфона. На текущий момент я могу отметить лишь среднюю степень осложненности его табла. Да вы не понимаете, там совершенно другая камера. Там вот просто все по-другому. Это лучшая камера в мире, из всех камер. Sony Boy, а как же твои соньки? А соньки как? Они же были самыми технологичными. Так там камера уже как в фотоаппаратах, вычислительные технологии, х***ю. Не, ну вы посмотрите, табло уже стало гораздо более сложным. Я наблюдаю эту метаморфозу просто здесь и сейчас. Не могу не согласиться. Там самая х***ная стабилизация в мире. И это огромный апгрейд. Она делает невероятные кадры при любых условиях освещения. Он повторяет за презентации. Молодец, моя школа. Бля, хоть кто-то адекватный. Я точно запишусь к тебе в школу, Вася. Sony Boy, повторяй за другими и все будет хорошо. Потому что если все что-то говорят, надо делать как все. Ведь все не могут ошибаться. Красавчик. Я тебе даже дам скидку 20% на курс по фотосъемке на телефон для самых одаренных. А я как все, я тоже хочу скидку. Вася, но ты же всем даешь эту скидку. Она же у тебя в стоимость заложена. Слышите, терпила на ведроиде. А вы знаете, что в последнем айфоне 14 есть 5G? Он сказал 5G? Борзый. Поправь шапочку. Тут от одного только упоминания я уже чувствую, пошли вирулентные потоки. Да. Додики. А еще там нахуй выбросили сим-карту. Потому что четкие пацаки все делают электронно. Это изи и лайт. А как сим-карту менять? Не, ну если надо там. Электронно. Это более защищенно. Ведь если мой айфон спи**ит, мне его вернут. А вы знали про краш детекшн? Только в 14 айфоне такое есть. Если я попаду в аварию, телефон об этом будет знать и оповестит кого надо. А кого надо? Меня надо. Я заберу кусок этого понтовитого говна и втюху его на барахолке. Борзый, ты не сможешь этот айфон втюхать, потому что у Сунюбой будет именная электронная симка именно на него. Я же говорю, кусок понтовитого говна даже продать нельзя нормально. Пользы никакой. И еще, если со мной и моим 14 айфоном что-то случится, то даже без сотовой связи или вайфая об этом все сразу же узнают и за мной сразу же пришлют вертолет. Сунюбой, ну ты и наивный. Никто не пришлет за тобой вертолет. Как это никто не пришлет? В презентации показали, что пришлют. Не пи**йте. Что мне толку его забирать у тебя тогда после этой случайной аварии? Ну, случайной. Если я не смогу его потом втюхать. Это в комплекте с 14 айфона идет. Вертолет, который прилетает как только надо. Так там в комплекте должны идти мои курсы по настройке айфона для самых профессиональных фотографий. Но не идут. Это упущение. А тебе думают только борзые, чтобы перепродать твой айфон. Это единственный человек, которого ты волнуешь. Сунюбой, если ты где-то грохнешься, то твой технологичный брутбок сможет оповестить разве что меня. Но я ведь тоже не поеду, потому что его потом хи**я втюхаешь на барахолке. Барахло одним словом. Но мне ведь вертолет обещали. По факту тебе там обещали только ссать в уши. Борзый, но мне вот серьезно волнует такой вопрос, как его уши не переполняются, если он каждый год смотрит эти презентации. Олегас, это ссанина с презентацией заполняет его черепушку, а потом медленно в течение года просачивается и выводится. А к следующему году он готов потреблять следующую порцию ссанины. Так что там все рассчитано. Господа, главное, чтобы там оставалось место для моих курсов. А вы знаете терпилы, что топовый 14-й айфон производится на 100% из чистой возобновляемой энергии? Санебой, а эта чистая энергия из чего производится, как ты думаешь? Из чего надо, из того и производится. Ди***хуй вообще. Ага, особенно когда в смердящем пыхтящем маршрутоне пи***чить будешь. Твой айфон будет самый экологичный. Эко-ху**ка. Вот именно. Я буду не просто самым четким и технологичным, но еще и эко-френдли. Прикосновение к такому совершенному девайсу, как 14-й айфон, будет меня еще больше возвышать над остальным эко-несознательным быдлом. Слушайте, а какой ау**ный айфон 14 про. Он сделан из красивой и надежной серой закаленной стали. Было бы интересно, конечно, проверить его закаленность твоего айфона. И там есть 4 невероятных цвета. Там новый дизайн, который станет легендарным. Там появилась новая интерактивная монобровь. Суни-бой. Ну ни***я себе. Так интересно, пи***ц. Что, правда? Нет, не правда. Нас***ть на самом деле. Это был троллинг, дебил. Вам не понять настоящих передовых технологий терпилы-сапожники. Эй, вы. Не спать, б***ь. Кто здесь? А что, Борзе еще не размажал этот девайс битой, нет? Суни-бой, что ты тогда кричишь, если там ничего нет интересного? Что там может быть интересного, пока Борзе не поработал битой? У нового айфона новый процессор. Представляете? Раньше был Bionic 15, а теперь Bionic 16. Вот это поворот. Я тебе уже говорил. Да на***ть. Теперь все по-другому. Вот это, б***ь, вообще все по-другому. Что по-другому? Он за тебя думать станет? Может мозг включит? Я бы на это не надеялся. Ну это и не требуется. Но кто-то же должен записываться на мои курсы. Дебилы. Там 4 высокоэффективных ядра. А 5-е тормознутое ядро это ты? 4 ядра используют 1 треть от конкуренции. Ты вообще понял, что сказал? Да нет, но какая вообще разница? Это дох*** быстро. Надо брать. Запасайтесь с мивиной, терпилы. Там ведь 17 триллионов операций и 5-ядерное ГПУ. Я вижу, ты сильно одаренный, Сони Бой. Вот ты мне скажи, как эти 17 триллионов операций и 5-ядер ГПУ повлияют на тебя? Я вам скажу, что они негативно повлияют на бюджет, который можно и нужно потратить на мои курсы. Они ему добавят сил и уверенности. Олегас, не ожидал от тебя такой сообразительности. Не каждый может похвастаться тем, что он 10 месяцев жрал мивину, чтобы ездить в метро с последним айфоном, купленным в кредит. Олегас, смотри, вот он этот айфон еще в руки не взял, а табло-то какое сложное стало. Вот уже смотри, уровень сложности его табло. Но так прогресс налицо. Пацан идет к успеху. А так в кармане будут 5-ядер ГПУ и 17 триллиардов х***ных каких операций. Потому что пацан шел к успеху и он его достиг. Ай вы, б***ь, не спать. Где я? Это еще не все. Там совсем другая камера. Там совсем б***ь, другой сенсор. Там кино можно снимать. Там есть прора. Что за прора? Я такой х*** не слышал. Прора, прора, хм. Ну, главное, загадочно звучит. А остальное, ну, реально не важно. Каждый, купивший последний айфон, автоматически становится профотографом и киноделом. Вот что это б***ь значит. Мое дело – жрать мивину, копить бабло и влезать в кредит. А камера уже все снимет за меня. Вот что значит прора. Там б***ь, 40-мегапиксельная камера с квад-пикселем и синематик-режимом. А как он это все сумел выговорить? Ну, что-то же должно оправдать его голодание и кредит на эту х***ю. И долбанное видение не забудьте. Суни бой, так твое долбанутое видение – это совсем не новая фишка. Ведь каждую осень это можно встретить в маршрутках и городском метро. Это просто сезонное. Но только тут есть новый экшн-режим, чтобы бегать и снимать. Суни бой, ты у меня побегаешь, если у тебя в руках только увижу эту хрень. Проверишь свою технологию – побегаешь, я тебе обеспечу. Динамичная мунобровь, куча непонятных цифр и названий. Это топчик, б***ь. Это лучший айфон из всех предыдущих. На айфоне про, уж***ть экран, 2000 нит. Вы лузеры, вообще такое слышали? Ты вообще понимаешь, что эти цифры значат и на что они влияют? Да нах***ть, это топчик. Последний айфон надо брать, потому что он последний. В натуре, было бы круто, если бы он был реально последним, и мы бы больше их вообще не видели. Ну так лох не мамонт. То же самое можно сказать и про мои замечательные фотокурсы. И последний айфон, не последний. Олегас, а ты фишку сечешь. Может быть взять тебя в команду, будешь мои курсы продавать? Записывайтесь на курсы по свадебной фотографии для самых ленивых и одаренных. Только у меня вы узнаете, как быстро и легко грести бабло лопатой. Записывайтесь. Здесь и сейчас. Только сегодня по скрипте 20%. И да, кахулое не забудьте, кахулое это вообще все. Борзый, я думаю, пора тушить свет. Харесу не бой. На сегодня бессмысленного пи***я достаточно. Все, тушим свет. Но мы не посмотрели его в действии. О нет, последний айфонушка, 14-й. Не уходи, как же мы без тебя. Все технологии, все самые четкие технологии. Верните 14-й айфонушку. Нееет. Субтитры создавал DimaTorzok И напоследок хочу добавить, что некоторые люди сравнивают айфон с кэном. Но это за сквар. Люди, ну нельзя так оскорблять кэном. Ну серьезно. Где айфон? А где твой сапог вонючий? Ты что, не понимаешь? Это не то же самое. Сонечки технологичные, айфоны технологичные. А сапог вонючий? Ни хуя не технологичный. Тут даже объективов нет. Там же вообще ничего не работает. Пусть сонебойщик там орет все что угодно, но это не то же самое. Это же последний айфон, да светится имя его на небесах. Если это не ясно после просмотра этой презентации, то я могу только развести руками. Что же там не так с этим самым айфончиком? Да ты не понимаешь, он быстрый, цветной и мощный. Да, не как ты. Он все пи***ет. Причем скажу лично себе, я недавно наконец-то продал этот дурацкий айпад. У меня был айпад 12.9 Pro. Я его продал. Купил себе нормальный планшет Xiaomi 14 дюймовый и вообще счастлив, чтобы у меня дома не было ничего от Apple. Ну реально, это зашквар иметь дома что-то от Apple. Ну опять же, люди этого не понимают, но тут уже дело каждого. Так что вот такие дела. Еще раз напомню, что на GH6 есть обзор для спонсоров канала. Также для спонсоров есть чат в Телеграме. Вся информация будет в описании к этому видео. На этом я прощаюсь. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч.